добрый день девочки что погладим белье я прямо злющая как собака отварила рис басмати курицу в духовку поставила про михалыча пришел дай карточку че он мне постоянно карточку бросил него забираю потому что его пенсии хватает только на два дня ему все она карточку я в течение месяца могу ложить ему и 30 и 50 и женщины интересуются сколько денег на карточку у него есть сейчас карточки нет то что не могу попасть вот до чего разволновалась даже могу попасть дурдом какой-то надо же какие люди подлежные бывают но мы ну и что что живем и в разных квартирах ну и что если бы у нас было совсем все так плохо знаете все плохо было бы совсем он бы давно давно ушел бы уже я так думаю не уходишь же что ему ходить не остается здесь у него семья здесь ну и что что мы живем сейчас пол страны живет в разных комнатах и ничего страшного но это не значит что надо знаете выуживать информацию у меня у него он конечно скрытный товарищ очень скрытный вот и вертлявый как не знаю кто он вывернется весь наизнанку и потом сам же и проговориться такая простая как 2 рубля все интересно очень все интересно там девочки начали мне писать ой да здесь такие на кубани там женщин не надо вот женщин всех под одну гребенку знаете там соседи уведут работяга из него работяга никакой он никогда не будет пахать на кого-то вы не думайте он не дурак но с образованием человек он все понимает все знает он просто творит неведомо что и думает что до меня это не дойдет понимаете а до меня доходит потому что люди мне доверяют у меня хорошие отношения со всеми и они считают нужным сказать мне показать мне что думаете мне не показали вакапулька и и что ли у нас даже фотография есть общая с кем он там шарахался он конечно все отрицает но я-то знаю что это так и больше не как разведитесь ну конечно чудо развести запросто запросто разведитесь я всю жизнь работала чтобы у меня дети были защищены чтоб сынок был у меня материально защищен первым на кого-то будет когда-то работать это он по пьяни мужик там знаете 10 20 ой друг дурдом дурдом чем как ни в чем не бывало сейчас пришел все мы пойдем со мною магазин как он даже почти позавчера ходил почему ты не купил столько сколько тебе нужно почему-то каждый раз я стала забирать потому что он очень много стал тратить он очень много стал пить он пьет много а мне это не нравится пивом нажраться до усрачки хочу смеяться тени 2 и 3 пошло и поехал а когда бесконтрольно он бегает и бегает в магазин у меня больше всего возмутило то что люди смотрят глаза и нагло врут нагло врут скрывают и вообще это меня возмущает вроде хорошие отношения зачем портить зачем портить ради каких-то мужиков вонючих для чего но если ты хорошо ко мне относишься значит и скажи мне что тебе не нравится что он ходит или елена павловна как вы смотрите на это что он вот ходит сюда дарит мне цветы поит меня пиво а то мне улыбаются главное а за моей спиной интересуются жизнью конечно он орет как ненормальный я вчера это я подала на развод на раздел имущество он орет как ненормальный что тебя не устраивает его я по моему хорошие условия для жизни тебе создала тебе не кажется никакого контроля делаешь что хочешь живи на свою пенсию так он заорал как я на эту пенсию буду жить получается что ты живешь со мной из-за денег ой вообще ужас ужасе ужасе там чуть у меня ларгузки какие-то пятна это пятна ой меркантильщики ох и меркантильщики девочки такая жизнь вообще дурдом дурдом с этими мужиками да с этими мужиками дурдом у меня приятельница она с мужем разошлась с двое детей давай делить квартиру все разошлись давай делить квартиру квартиру разменяли двухкомнатную не было квартира неплохая место хорошее разменяли только на две комнаты она пошла в две комнаты с детьми и он пошел в комнату на подселение и попалась ему там женщина постарше его чуть-чуть которая точно так же разменяла свою квартиру на комнаты и отселила мужа не пьющего кстати не пьющего нормального мужика якобы нормального у всех свои тараканы этот пьющий к ней подселился но молодой а там был не пьющий но старый и все и она вот эта вот женщина все с этим молодым закадрила и все начали они жить он как пил так и пил и она вместе с ним начала там все в кучу кто кого сгребет дочка у нее была уже совершеннолетняя в общем дурдом там непонятно что и все приятельница у меня что она нафиг он мне нужен старпер она недолго думая взяла эту комнату продала и все и уехала в другое место мужчина этот сошелся тоже с женщиной которая в комнату въехала ну сейчас уже их умерли уже умерли и там тоже муж с которым моя приятельница разошлась парализованный сейчас никому не нужный единственная дочка у нее у них от этого папы и все и так вот ту женщину с которой он сошелся которая пить начала и это в деревне убили потом дочку убили в деревне куда-то все они ездили там к родителям видимо ну в общем так вот жизнь заканчивается поэтому я не хочу знаете я не хочу он неплохой мужчина ну любит выпить пивка до усрачки и я не хочу чтобы он 60 лет заканчивал свои годы непонятно с кем и непонятно где не для этого я столько лет живу с ним поэтому не обольщайтесь любительницы никто ничего делить не собирается вот мне не надо сейчас я разделю все все разделю имущество поделю во-первых он не дурак ехать куда-то он никогда в жизни не поедет от нас а так вот шары свои зальет и все ему надо все антураж раз я не пью что мне теперь может мне бухать с ним начать антуражится позже позже я не могу подкрыть я не могу подкрыть я не могу Нет, а ничего не надо Господи, сейчас такая жизнь Нафиг эти квартиры и все остальное Осталось столько, что, знаете, уже об этом думать не хочется Где я живу, как живу А вот о ребенке подумать, стой Еще неизвестно, кто у него будет, как достанется ему Сейчас вон тоже девчонки пошли такие И мальчишки тоже Давай продадим, давай купим Вот наживайте вдвоем и покупайте А не так, что пришли на готовое Вот когда тоненькая Это ткань на футболках Потом со временем начинает это вытягиваться И перекашивается Ненавижу двуличных людей, ненавижу Люди сразу у меня уходят из моей жизни Не навсегда Все Вы спрашиваете меня Вообще капец И потом срадили Обрадовалась Сейчас ты Ага Жди Ни родина, ни флага Иди зарабатывай Деловая Колбаса Развинула рот Хочешь хорошо жить На трех работах пошибай Если хочешь хорошо жить Не на одну ходи, а на трех пошибай Мужикам Денежного Чтобы помогал А мужики тоже ищут Женщин Чтобы им помогали Морально Поддерживали их Он может ничего не делать И все время ему надо говорить Что он самый хороший Самый лучший Что все у него в жизни получится А он ни хера не будет делать Он будет лежать на диване Суп варить Но ты должна его поддерживать Таким монстром Там меня выставили опять Все Загнобила всех С ума сойти Можем Что они? Они сами гнобятся Ой, господи Поэтому все равно Осталось две недели Тут три Две недели осталось Счастливо закончат экзамен Завтра Четвертого пойдет сдавать экзамен Второй Все, мне придется Его брать с собой в Болгарию Потому что я не собираюсь больше Оставлять ему 10-20 тысяч И приехать через 10 дней Для денег ни копейки Пустой холодильник Помятые кровати Вы позорите мужа Я показываю Ситуацию в своей жизни А не позорю Чего вы позорите? Какой он есть Уже есть Не исправишь Я не от того Что он Там ходит А от того Что Люди двуличные Понимаете? Каждый день Тебя встречают Улыбаются Тебе А оказывается Там За моей спиной Что творят Вот это Меня возмущает Вы его Не отпускаете? Чего я его не отпускаю? Собирается Пусть едет Хоть сегодня Чего он Дурак что ли? Все Он пакостит Да я опять крайняя Все Я опять крайняя Все Я напридумывала У меня фантазия Мне кажется У него фантазия Не у меня Что он еще? Ого-го Ой мужики Капец Так Собирь Мы поглаживаем Сейчас посмотрю Курочка готова Все Придется идти Опять Фу Вроде только все успокоится Вроде только все нормально Только все нормально Ну и что Что я сходил Ну и что Что я там пропадаю Ну и что Что я Цветочки дарю Ну и что Что такое У меня это бесит Прямо Меня бесит Это Мне цветы не дарит Десятилетиями Зато если мне кто-то подарит Это все Капец Капец Так девочки Вот такие дела Хайпую опять Перестаньте уже Я показываю свою реальную жизнь Мой день Мой муж Мой ребенок Мой Краснодар Давайте девочки Счастья Любви Здоровья Пока Пока Счастья